Ну, всем привет! Это очередная часть моих похождения по северу. Пегасус решил показать, как я делаю жителей на примере. Ох, сколько! Убиваем всех, кто не житель. Так. У тебя. Так, включаем оружие. И пытаемся его... Вот еще один, кстати, житель. И ему в основном нужен один. Ох, житель не идет за мной. Вот эта штука не дает ему выйти. Теперь делаем следующее. Выбиваем вот этот блок. И, как видите, он ползет за мной. Блокируем колидор. И вот я его заблокировал. Теперь делаем следующее. Заравную северу слабости. Бах! Яблочки вкусные. Все. Клиент готов. Осталось подождать 8 минут или 5. Так. Ставим это на место, чтобы те местные зомби не съели. Вот. Закрываем метку, чтобы никто не пришел. Ну и сгубим оставшийся контингент. Так. Наверное, тут будет громко. Поскольку придется ждать где-то 5 минут, так я нажму паузу, пока он превратится. Я скоро вернусь. Это у вас пройдет секунда. Так. Ну вот, раздался характерный звук и... Добиваем товарища и идем смотреть. Как видите, красные фонари хоть и светят, но не абсолютно не мешают спауну мобов. Так. Ну идем посмотреть, кого мы там получили. Так. Блокируем тут. Ага. Вот он наш новый житель. Так. Ставим тут. Немножко себе... Вот сделал... Точнее получил... Уктивный пак заказал. Вот этот PS-шлем я уже сам скрафтил. И... Так же имею... Вот этот гравитационный нагрудник, который мне, честно говоря, не очень понравился. Поскольку я свою шепку переделал вот этим шлем, он заряжает все очень довольно-таки быстро. Но у него есть один минус. Он перестает меня кормить автоматически и... Я страдаю от голода. Поскольку привык. Поэтому я его использую только на улице. И, кстати, он не спасает под водой. А этот шлем обыкновенный квантовый Дополняет еще эти две функции. Не знаю, может тут такая версия моды, что этого не срабатывает. Поскольку крафт у него с шлема довольно-таки сложный. Сверх провода там трехэтажные. Еще плюс ультиматная батарея. Вот. Ну и... Дрель на шелковое касание. Обыкновенная дрель. Плюс получил шелковое касание. Зачарование. Так. Ну и вот вернемся к нашим жителям. Ага. Так его ударим. Так. Сносим кубик, чтобы он нам сюда не удрал. И толкаем. Иди. Иди к своим товарищам. Ну, иди. Давай, давай, давай. Давай. Так. Ну, тут и, наверное... В принципе, тут немного времени занимает. Хотя с ним придется похвозиться. Давай, 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 давай. Как видите, у меня там тоже стоит перекладина. Сколько у меня дрель на шелковое касание либур. Я могу с ним ведь стекло без потерь. Давай, заходи. иди, иди. Иди, иди. Так. Ну вот, в принципе, и вся процедура. Ладно. Ладно. Это я потом поправлю. Так. Что еще сделал? Ну, он сделал шоу за стеклом. Чуть-чуть вот развел жителей. Дальше. Ну, тут организовал маленькую фермочку грибов. Не знаю, как получится. Красный размножается. Так. Еще. Ну, там дорогу еще не закончил. Занялся селекцией, как видите. Ну, тут. Как видите, вот резиновая штука дает стабильную резину. С кустов. Так. Там надо что-нибудь посадить, иначе сорняки меня съедят. И на данный момент мне некогда тут. Так. Или обязательно обязательно безвредить. Ну, и можно ускорить. Так. Это ускоряет. Так. Так же получилось вывести кофе. Вот как видите, получил латекс. кофе. Кофе получается с двух резиновых деревьев. Не извиняюсь, вру. Это получилось с Незерварда. Вот в одном этом кусте я получил кофе. Получив два куста, я вот посадил один тут, другой тут. И между ними, путем селекции, получил третий. Теперь, вот как видите, размножаю, потому что в этом месте был уничтожен, но не дал семян. Получилось только три куста. Теперь, когда они вырастут, в этом месте ввиду скрещивания получу третий. И поставлю, может, тут. Тут шансов меньше, но все же есть. Что появилось, это куст кофе. Вот. Ну, это будет в следующий раз. Так. Ну, тут, наверное, все. Кстати, удобный способ заходить им с жителем. Долго думал, как сделать систему. Я ее просто сделал такой вот, поскольку у меня всегда есть с собой джетпак. Я могу перелетать. И на крайняк есть антигравитационный двигатель. Чуть-чуть спорядковал свою комнату. Более приятную сделал. Вот, поскольку у меня шелковое касание. У меня сейчас не булыжника, а вот этого камня дофига. Как видите, Билл Крафт всегда глючит. Ред Пауэр тоже немного поставил термальную колонну. Тут четыре термальную батареи. Там идет провод. Передел чуть-чуть проводку. Вот, как видите, смысл. Такой вот. Двух сторон лава, двух сторон вода. Ну, можно ставить лед, но он все равно превратится в воду. Поэтому просто наверх плюем куб воды. Сюда поплав. Делаем вот такой вот приборчик. Вот. И, как видите, днем 90 ворк, 10. Ну, иногда поднимается выше, когда дождь. Ампер. Вот. Сделал обозначение ящиков. Как видите, делается довольно просто. Снять я не знаю, как сейчас. Вот. Просто берется картинкой и с клик-шифтом вешается на экран. Вешается на... Ну, черт с ней. Вешается прямо на ящик. Так, скинем это. Так. Ну, вот тут, в принципе, все. Кто-то мне уже перезарядил ядерный реактор. В принципе, с работой исправляются. Ну. Вот. Как видите, это моя спальня. Дальше. Что? Ну. Что-то. Произошли изменения наверху. Миниатюрные. Вот. Ядерные реакторы полностью отключил. Потому что шесть этих батарей. Как видите, материи дает. Немало. Пока я не пользуюсь. Поэтому, ну, мне лишние мощности не нужны. И материя идет не подняла по секунду. Так что... Так. Ну, тут передел добавил пару батарей. И... 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 Солнечных. Вот. Убрал. Говорит. Ну, этот... Камни делать членную машину. Потому что она, в принципе, не нужна. Это чисто рециклищ. В будущем планирую вот в этом месте поставить еще один ветрогенератор. Ред Павровский. Но чуть-чуть другой конструкции. Такой с лопастями. Вот. А теперь... Еще хотел показать, как я сделал машину... Не машину, а такое устройство для изготовления льда. Играю, как всегда, в полном одиночестве. Так. Ну, для этого надо будет немножко пробежаться. Ох, Андрюша. Кстати, его можно поймать. Нет. Уже нельзя. Так. Режим к моей... Это девочная машина. Поскольку я живу в пустыне, мне невозможно... Может, и какие-то способы есть поставить ее в другом, в этом объеме. Но поскольку у меня объемы довольно-таки теплые, они там... Просто навсего исчезают, а точнее тают. Поэтому я нашел ближайший снежный биом и... Вот... Построил такой маленький аппаратик. И все, конечно, как всегда, кто-нибудь не разобрал. Ну вот. Запечатанный снеговик. Тут блок-брейкер. Тут ящик. Тут таймер. блок-брейкер. Вот тут выключатель. Блэй-брейкер. Я думаю, смогу показать, как делать задушитель блок. Довольно-таки простая конструкция. Вот. Вырубаем выключатель. Может, можно быстрее еще сделать. Вот. И на снеговик. Видите, вот стоит товарищ изумрованный, чтобы не удрал. И мы из него получаем снежок. Вот. Ну и выключаем, когда мне он не нужен. Так. Возвращаемся домой. Телепортом. Может, заодно и отлагает. Нет, не отлагала. Вот. Ну и что дальше? Берем этот снежок и кидаем наш компрессор. И вот получаем лед. Вот, в принципе, и вся система. Есть, конечно, способы получать с помощью индустриал крафта. Ставится помпа и какая-то там еще. Но там используются, по-моему, бедра или оловянные ячейки. И из-за этого, я так думаю, такой способ не выгоден. Если выгодно поставить ультиматумную батарею. Вот так вот. И какой-нибудь или лавый генератор. Вот что-то вроде этого. Например, запривачиваем территорию. И запустить систему. Пускай она автоматически идет. Ну, поскольку я живу в джунглевском биоме. Вот, как видите, вот джунгли. Крима тут теплый. У меня снеговики не живут. Им надо хотя бы умерить. Насколько я знаю. Вот. Ну, это моя, вообще-то, первая попытка записывать с помощью бандикам. Потому что мне нужна была пятиминутная пауза. Это, так сказать, экспериментальное видео. Если что-то тут на нем не так, извините. Но в следующий раз постараюсь снимать более качественно. Спасибо за внимание. Пока. Это была четвертая часть моих прохождений по серверу Экзистенция и сборка Pegasus. Всем пока.